А мир и дальше будет верить этим нелепым обещаниям. Таджикистан приводит реальные факты. Подписывайтесь на обновление и точно будете в курсе всего самого важного. Власти Таджикистана утверждают, что после захвата власти Афганистана движением «Талибан» заметно выросла контрабанда наркотиков. В прошлом году талибы заявили о запрете выращивания мака в Афганистане и пригрозили мерами по законам шариата. Однако, по данным ООН, посевные площади опийного мака в стране увеличились. Власти приграничного с Афганистаном района Мир Саид Али Хамадани сообщили, что за последние полгода только на этом участке госграницы пресечены две попытки контрабанды наркотиков из соседней страны. В перестрелке с пограничниками был ликвидирован один из контрабандистов, гражданин Афганистана. Было зафиксировано 120 килограмм наркотиков, сообщил глава района Нур-Ломер Зада. В последний раз попытка переброски наркотиков была пресечена в ночь на 12 сентября на территории района Шамсидин-Шахин. Главное управление погранвойск ГКНБ Таджикистана сообщило, что обнаруженные таджикскими пограничниками афганские контрабандисты оставили свой товар и скрылись на сопредельной территории. Зафар Гулзада, председатель приграничного с Афганистаном района Шамсидин-Шахин, говорит, что часто о попытках контрабанды сообщают местные жители, которые, по его словам, никогда не проявляли равнодушия в этом вопросе. О том, что объем контрабанды опиумного мака и других наркотиков из Афганистана в Таджикистан после прихода к власти движения «Талибан» признанно террористическими запрещено в Таджикистане, существенно возрос, заявил президент Иммали Рахмон 14 сентября на пятой консультативной встрече президентов стран Центральной Азии в Душанбе. «Цифры наглядно подтверждают это положение. Только компетентными органами нашей страны в прошлом году на границе с Афганистаном изъято около пяти тонн наркотических веществ. Это на 22% больше, чем в 2021 году. В этих условиях нам нужно работать вместе и сообща», — заявил глава Таджикистана. В прошлом году талибы заявили о запрете выращивания мака в Афганистане и пригрозили мерами по законам шариата. Однако, по словам международных экспертов, талибы увеличили производство наркотиков. В ноябре 2022 года Управление ООН по наркотикам и преступности в своем докладе заявило, что после захвата власти в Афганистане движением «Талибан» посевные площади опиного мака в стране увеличились на 32%. По сравнению с прошлым годом, мы составили 233 тысячи гектаров. Как указывается в документе, основные площади посевов сосредоточены на юго-западных областях Афганистана. На них приходится 73% общей площади выращивания опиного мака. В провинции Гельмент под опиный мак отведена пятая часть пахотных земель, говорится в докладе. Таджикистан разделяет с Афганистаном крупнейшим в мире производителем наркотиков. Общая граница протяженностью более 1300 километров. Власти Таджикистана неоднократно заявляли о необходимости создания пояса безопасности вокруг Афганистана. Душенбе считает, что только эта мера призвана стать надежным заслоном на пути контрабанды, оружия, наркотиков, незаконной миграции, проникновения в регион членов террористических и экстремистских группировок и их идеологии. А как вы относитесь к таким заявлениям и к тому, что мир только делает вид, что переживает, что что-то пытается делать, собирает какие-то непонятные встречи экспертов, бесконечно это все обсуждает, но по факту ничего не меняется, кроме слов ничего не происходит. Как вы относитесь к такой ситуации? И как вы думаете, что нужно сделать? Стоит ли дальше верить обещаниям талибов о том, что они решат эту ситуацию? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!